Добрый день! Сегодня у нас очередная коллекционная головоломка от компании Чима Фанги серии Лив. Как вы знаете, уже они выпускали головоломки Клевер Куб, Пентакл Куб, еще один Клевер Куб, первая версия, вторая версия. В такой упаковочке достаточно забавные коллекционные головоломки, более интересные, конечно, Клеверы. Пентакл достаточно простой, но нудный в сборке. И вот еще одна. Дальше раскроем, и что мы сразу видим? Видим очень похожую упаковку. Снимем, наверное, пакетик. И вот он. Коин Куб. Монетка. Античная монетка. Посмотрим, насколько она интересна. Как мы помним, опять же, упаковочка должна сниматься где-то вот здесь. Липкая лента. Видим здесь снизу углубление, как подставка. Откроем. Сам кубик у нас еще в целлофоне запакован. Кстати, размером он похож на Пентакл. Потому что клеверы они чуть крупнее. Мы сейчас измерим. Вот так будет смотреться. Со всех сторон. Сам кубик. Для начала размеры. Размеры где-то 60 миллиметров, наверное. 60, 61, 62. Где-то так. Вот наклейки. Стандартные, мафанговские. Те же самые все логотипы, что и на остальных головоломках. В чем особенность? Особенность в том, что здесь должны вращаться вот эти центры. Центры вращаются. Так же, как и на Пентакле. И должны вращаться уголки. Для этого нужно совместить вот эти кружки. Тогда уголок можно повращать. Хотя уголок вращается очень хорошо. Да, вполне хорошо. Больше никаких тут способов вращения нет. То есть, вращаем уголок. Предварительно совместив центры. Если в Пентакле там приходилось каждый раз совмещать прорези на центрах. То есть, здесь, видимо, это достаточно сделать один раз. И потом просто вращать таким образом на четверть оборота. Чтобы все оставалось в вращаемом положении. Да, крутится. Крутится. Так, давайте, наверное, сразу замешаем. Что-то хочется его в перемешанном виде посмотреть. Поверну сначала хаотичные уголки как-нибудь. Так. Повращаем, ведь же, хаотично центры. Хаотично он так, чтобы совмещались вот эти прорези. Не знаю, все-не все поверну. Поворачиваем еще уголки. Голомка получается чисто коллекционная. Не знаю, не должно быть здесь никаких паритетов. Очень мало элементов, которые можно вращать. Ну, как-то вот так вот замешали. Давайте попробуем сразу собрать. Для начала, наверное, поставим в одинаковое положение все уголки. Правильные. Белые, желтые. Так. Ну, поставили. И чисто интуитивно будем собирать. Держу головоломку в руках впервые. Ну, я думаю, все должно получиться. Ну, к примеру. Вот этот белый элемент поставим сюда. Так. Ну, так, чтобы уголок у нас сохранил свою ориентацию. Вот так вот повернем и возвратим. Еще белые цвета есть. Есть. Так. Ну, к примеру, можно делать еще и вот так. На его место. Не белый. Поставили. Еще белый здесь. Давайте, чтобы время не терять на его место, поставим сразу желтый. Скажем. Ставим так. Белый у нас перешел сюда. Ну, еще один способ замены элементов попробуем. Ставим сюда. Да. Белая сторона собрана. Поскольку уголки у нас не меняют свое положение, только ориентацию. Здесь, я думаю, сложности никаких быть не должно. Так. Ну, и центры. Тоже они все это время остаются на месте. Так. Давайте вот желтый дособираем. К примеру, так. Так. Вернем. Хотя рано. Можно еще один сюда. Вот так вот. И вот этот кусочек. Лепесточек. То есть, это жизненная серия, которая, ну, мотивы растений каких-то. Хотя здесь уже не растений, а монетки. Раз она коин. Так. Дальше. Много оранжевого я вижу. Попробуем так. 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 И так. И еще один. Так. В четверке. Собираем сначала противоположный центр, потом здесь какой-то и дальше в порядку. Ну, наверное, не очень хорошо собирать через один будет. Красный, поэтому прокатровать не буду. Оно не критично, но, наверное, будет просто неудобно. Так что, соберу, наверное, не красный, а зеленый какой-нибудь. Так. Так. Вполне удобно вращать что уголки, что колесо. Сложности с этим нет. Так. Поставим сюда вот синий, чтобы вывести отсюда зеленый. И зеленый поставим на свое место. Да, чересчур простая головоломка получается. Даже как-то скучновато. Ставим на место оставшиеся элементы. И все. Кубик собран. Вот так как-то скучно. Качество исполнения головоломки, как обычно, на высоте. Здесь претензий нет. Эти ультратонкие мафанговские стикеры. Яркие, приятные. Головоломка поставляется еще и в цветном пластике. Ну, не почему тут. Все вот эти вот товарищи. Черный пластик со стикерами. Поэтому я решил это взять такой же. По механизму сборки цветной пластик ничем отличаться не будет. Если пентакли, кажется, у цветного пластика здесь имелись еще ребрышки цветные, которые надо было так же позиционировать по своим местам. А на черном они одноцветные, так что на них можно было не обращать внимание. То здесь разницы никакой. Что черный, что цветной. Ну, на белом пластике, кажется, еще есть. Что сказать? Интересно ли собирать? Да не особо. Хорошо ли выглядит? Да, вполне. Красивая, приятная головоломка. Ну, как бы по сложности она проще всех. предыдущих из этой серии. По ближайших поставленных. Чтобы было лучше видно. Стоит ли она своих денег? Ну, материал, качество. Да. Но, вы сами видели, сколько времени я потратил на сборку. И на то, чтобы разобраться в ней. То есть головоломка очень простая. Даже проще, чем кубик 2х2. Его можно сравнить с каким-нибудь ReadyCube. Просто собирается чуть подольше. Не ReadyCube, а DinoCube. Хотя DinoCube, наверное, сложнее там пиф-паф делать. А здесь все интуитивно. Полностью интуитивный куб. Так что больше для красоты. Ну, немножко грустно от этого. Ну, надеюсь, компания MoFang сделает что-то более интересное в этой серии. Пловер второй версии меня очень порадовал. То есть сам Пловер был достаточно интересный, если использовать джамблинг при его перемешивании. Вторая версия добавила сложности. Ну, не сложности, а вариантов вращения этой головоломки. Что сделало ее более интересной. Новый алгоритм можно использовать. Здесь же все примитивно. На этом, наверное, мы остановимся. Хотите простую головоломку? Красивую, в приятной упаковке. Вот она. Хотите интересную, то, наверное, это не лучше будет выбор. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.